Верующий не занимается поношением, ругательством, не проклинает, не говорит плохие слова. Не говорит, не произносит те слова, которые говорят умалишенные или алкаши. Он должен говорить мусульманин только благие слова. Должен следовать за пророком. Поэтому есть единобожник. У него есть убеждения в сердце. Вот эти его благие убеждения должны проявиться на его языке. Он бережливо относится к тем видам поминания, которые пришли от пророка. Не ругает время, не ругает эпоху, не ругает ночи, не ругает дни. Не ругает людей. Мало этого, даже не ругает животных. Не ругает болезнь, не ругает лихорадку, не ругает поднятие температуры. Не ругает ветер, когда он приходит. Проявляет довольствие к тому, что предопределил вам. Говорит те дуа, которые пришли от пророка. Что касается проклятия, ругания и поношения. Или же начинает проявлять недовольство. Почему в эти дни пришел холод? Начинает поносить холод. Начинает поносить жару. Все это является запретом. Потому что ты проявляешь недовольство по отношению к тому, что предопределил Всевышний Аллах. Мало этого, даже некоторые люди видят какого-то больного человека и говорят, вот ты бедолага. То есть, говоря такие слова, как будто бы человек проявляет больше милости к этому человеку, нежели Всевышний Аллах. Или же говорит, ты не достоин того, чтобы быть так, как болеть. То есть, как будто, если бы дело принадлежало бы тебе, а не Всевышнему Аллаху, то ты бы по-другому за этим человеком поступил. Эти слова говорят только те, кто является многобожником или является лицемером. Ты должен говорить больному то, что говорил Пророк Саласалам. Если ты видишь больного человека, говоришь, не проблема, это очищение. То есть, Аллах тебя чистит от греховок. Поэтому мы должны стараться говорить так или говорить о том, о чем говорил Пророк Саласалам. Мы не должны говорить те слова, которые говорят неверующие люди. Мы должны воплощать Единобожие даже в наших словах. Аллаху Айлам.